Погода этой весной слегка не успевает за календарем. Зимний характер наблюдается в большинстве стран Европы. Одни страдают от затоплений, другие от морозов. Земли Греции одновременно атаковали огонь и лед. Тем временем в Беларусь, кажется, идет весна. На выходных синоптики прогнозируют до 15 градусов выше нуля. Вот и дождались утренний хор птиц, место будильников и скорое открытие дачного сезона. Правда, если верить народным приметам, пока не пройдет Радоинца и Пасха, ждет стабильный плюс и безоблачной погоды пока не стоит. На Турцию брошила зимняя ненастья. Утреннее движение транспорта в Стамбуле приостановило атака снежного шторма. Под раздачу попала и Анкара. Холод, проливной дождь и резкое снижение температуры не дают раньше времени открыть туристический сезон. Жители столицы тем временем лепят снеговиков, стоя в пробке. Высота снежного покрова здесь 30 сантиметров. От одной опасной стихии к другой. После ожесточенной борьбы с лесными пожарами, в результате которых выгорели десятки миллионов окров земли, Австралию охватило одно из сильнейших наводнений. Затопленные дома, пастбища и целые города. 500 миллиметров отсадков зафиксированы в некоторых районах Квинленда и Нового Южного Уэльса. И в два раза больше в одном из районов Нового Южного Уэльса. Но это не предел. Некоторые районы страны станут очевидцами паводков 100 летней давности. Масштаб природной стихии достиг таких пределов, что эвакуации подлежат целые районы. В пятницу в Бобруйске будет пасмурно. Синоптики обещают послеобеденный дождь туман и дымку. Днем до плюс девяти, ночью до пяти выше нуля. Суббота порадует солнечной погодой и температурой до плюс одиннадцати. Воскресенье будет оплакивать наступление скорого понедельника. Дожди ожидаются утром, вечером и ночью. Температура днем плюс десять. Вся следующая неделя пройдет под таким же девизом. Дождь и плюс. Виктория Полевко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.